Продолжение следует... В прямом эфире программа «Актуальный разговор» на телеканале «Татарстан-24» в студии Ирина Лебедева. Здравствуйте! Тема нашего разговора сегодня – современная МРТ-диагностика молочных желез. Звоните нам по телефону прямого эфира 511-99-66 или на бесплатную линию для регионов 8800-532-55 и задавайте свои вопросы нашим экспертам. Здравствуйте! Разрешите мне представить, добрый вечер, во-первых, экспертов в вопросах профессиональных исследований с помощью томографии, кандидата медицинских наук, генерального директора компании МИПС Вафина Ленархатыповича и врача КТ и МРТ-диагностики Емеля Азатовича Камаледзинова. Добрый вечер! Спасибо, что вы сегодня с нами. Тему затронули не случайно. Именно молочные железы стоят на первом месте, как самый злокачественный рак. И поэтому женщинам необходимо вовремя обследоваться. Это самый такой уязвимый женский орган. И первый вопрос вам, нашим экспертам. На сегодняшний день современная медицина обладает большим арсеналом диагностических обследований, которые помогают выявить на ранней стадии серьезные патологии. То есть я сейчас говорю об УЗИ-обследовании, то, что классически уже просто физически, то есть консультацию проходит, осмотр у мамолка. Ну и, конечно же, и МРТ-диагностика молочных желез. И вот, в частности, меня интересует именно МРТ-диагностика с болезненным динамическим контрастированием. То, о чем, собственно говоря, вы сегодня нам хотите рассказать. Скажите, пожалуйста, какие все-таки преимущества и недостатки у диагностики патологии груди с помощью МРТ, в отличие, скажем так, от традиционных исследований от УЗИ-диагностики или рентгена? В настоящее время современные УЗИ-аппараты и мамографы обладают хорошей разрешающей способностью. Видны практически любые мелкие изменения, патологические изменения. Но нередки случаи, когда, например, на УЗИ или мамографии обнаружили какое-то небольшое объемное образование, 5-6-7 миллиметров, и возникает у диагностов трудности, что это за образование, злокачественное или доброкачественное. И в таких сложных случаях на помощь приходит как раз современная МРТ-диагностика. Я почему говорю современной, потому что здесь проводится не банальная магнитно-резонансная томография, а именно с болезненным динамическим контрастированием. Болезненный динамический контрастирование подразумевает введение контрастного препарата, венозные русла, в течение всего хода исследования. Например, молочные железы длятся около 30 минут, и контрастный препарат в течение всего этого времени впрыскивается периодически, ну, 30 минут. Ну, для того, чтобы это было видно просто в период. Здесь основная задача – посмотреть, как как раз накапливается в подозрительных участках, как накапливается этот контраст. И потом доктора уже строят графики, и в зависимости от того, как график выглядит, делают заключение. Сама эта методика, она уже проводится, если взять зарубежную практику, любую, более 25 лет. Но в Казани проводится пока пятый год. И показал свои положительные перспективы. Отлично. Эмилия Азатович, теперь, наверное, вопрос к вам. Все-таки что можно обнаружить с помощью этого метода? То есть какие конкретно патологии? То есть понятно, что речь идет о каких-то опухолевых образованиях, о каких-то новообразованиях там внутри, да? Патологий, на самом деле, которые мы можем увидеть при МРТ-маммографии, достаточно много. Самое важное у нас стоит вопрос обнаружить злокачественную опухоль. То есть у нас идет онконастороженность. Помимо злокачественных образований мы можем обнаружить доброкачественные образования, какие-то прожденные аномалии. При исследовании с патологией, со злокачественными опухолями, мы можем определить распространенность процесса. Значит, эффективность лечения после химии терапии, после лучевой терапии. А также набирает популярность в последние 5-6 лет. Женщины пользуются услугами пластики молочных желез. Это целостность имплантов мы можем определить. Метод абсолютно безвреден. Не используется ионизирующее излучение. А также, как при исследовании любых других органах на МРТ, используется, значит, как физическое явление магнитного резонанса. Поэтому исследование безвредное, и его можно проводить практически часто, так скажем. Безвреда здоровью. На самом деле, метод достаточно новый. И в Татарстане мы являемся пионерами в этой области. В исследовании как раз молочных желез с динамическим болезненным контрастированием. Для чего это нужно? Еще раз скажу, что злокачественные опухоли, они достаточно хорошо кровоснабжаются. То есть, если на медицинском термине сказать, значит, это высоко воскулиризированные опухоли, они злокачественные. И поэтому поймать тот момент, когда накопит опухоль контрастное вещество и выведет его, очень сложно без использования динамического болезненного контрастирования. Обычным введением шприцом этого достигнуть невозможно. Дальше исследование, которое мы получили, проходит постпроцессинговую обработку. Мы находим те участки, которые накапливают контрастное вещество. И на картинке могу показать, как это примерно выглядит. То есть, вот сама молочная железа. Далее, значит, мы находим участок, который нам подозрительный на злокачественное образование. И получаем вот такой вот график красный. Это как раз и говорит о том, что высокая вероятность злокачественного образования. То есть, это не 100%, но высокая вероятность. Или все-таки 99,9? Ну, тут 99, это уже будет биопсия. Понятно. В дальнейшем уже мы рекомендуем сделать биопсию. То есть, есть определенные правила, которые нужно соблюсти. А само исследование проходит при помощи так называемой катушки. То есть, это вот такая? Да, вот такая вот катушка. Пациентка находится вниз головой. Предварительно введен катетер в кубитальную вену. Значит, пациентка лежит в течение 35 минут в среднем так на животе. Вот. Молочные железы слегка прижимаются с двух сторон. Вот. И исследование проходит вот в таком положении. Ну, еще как бы никто не жаловался, что как-то трудно было пролежать больно. В принципе, вполне каждый может вылежать 30 минут ради обследования. Та же сам подушка, как при проведении массажа спины. То есть, есть для головы подушка, но тут еще вот есть, так скажем, такие вот особенности. Вот еще тоже вопрос возник уже по ходу нашей беседы. Я тоже прохожу обследование, естественно, каждый год, как и все женщины. И многие торговые центры раз в год устраивают обследование, да. То есть, женщины стараются как-то вот на ранних стадиях обследовать. И никогда никто из докторов, ну, редко, по крайней мере, назначает именно МРТ диагностику. То есть, все посмотрели, на УЗИ посмотрели, этого, ну, вам достаточно все хорошо. Вот не бывает ли так, что посмотрели и пропустили? Вот у меня такой вопрос сейчас. Потому что у всех все хорошо, вот мы все ходим, и у нас все хорошо. В Казани вот проводилось недавно такое мероприятие, как маммография молочных желез возле мега-центра. Значит, я вот так вот читал тоже в интернете, что среди 250 женщин, около 6 или 8 человек, у них уже 100% диагностировали опухоль молочной железы. Это уже говорит о чем-то. Потому что есть скрининговые методы, это как УЗИ и маммография, опять-таки. Есть методы, которые позволяют быть промежуточным звеном перед операцией. Это МРТ-диагностика. Хотя, если пациентки обращаются к нам сами и хотят пройти, мы тоже таким пациентам не отказываем. Вот как раз хотел спросить, то есть, женщина самостоятельно может прийти к вам? Или все-таки ей нужно какое-то для этого направление от другого доктора? Мы придерживаемся, конечно, определенных стандартов, которые приняты во всем мире. Это, в первую очередь, УЗИ, маммография, консультация обязательно маммолога. И если уж потом какие-то возникают вопросы... То есть, все-таки вначале нужно пройти классическую консультацию маммолога? Ну, если уж пациентка не хочет ни на УЗИ, ни на маммографии, те, и хочет прямо к нам напрямую, конечно же, мы не отказываем в таких случаях. Понятно. Так, ну и теперь, наверное, о нюансах обследования. Мне вот интересно, поскольку я вас уже послушала, я думаю, нашим зрителям тоже. Обследование на МРТ-аппарате проходит с помощью МРТ-сканера. Что это за исследование, все-таки, да? То есть, насколько риски какие-то несет женщина, пока находится в аппарате? Какой-то вред для ее здоровья? Ну, пусть минимальный, но тем не менее. То есть, вот об этом немножко расскажите. Все-таки мы все достаточно дотошно к этому относимся? Риска для организма пациентки, на самом деле, никакого нет. Впрочем, так же, как и при любом исследовании. То есть, исследовании головного мозга, или позвоночника, или брюшной полости. Всегда пациенту в руку мы даем сигнальную грушу, если вдруг себя пациентка почувствует плохо, она всегда может нажать. Ну да, там есть как-то фобия, есть какие-то еще там объективные причины. Особой подготовки для исследования нет. Единственное, у женщин, как скажем так, детородного возраста, определенный период, значит, цикл нужен с 9 по 12 день цикл. Ну, то есть и то можно. То есть, в определенный только период. Да. Ну, как при любом исследовании, при УЗИ, для большей достоверности. Но все же, наверное, можно выделить какие-то противопоказания, кому нельзя проходить обследование с помощью МРТ. Противопоказания к магнитной резонансной томографии молочных желез, они практически одни и те же, общие. Так как здесь магнитное поле, физика и радиочастотные волны, любая электроника, она выходит в строй, соответственно, кардиостимуляторы противопоказаны, инсулиновые насосы или эндопротезы. Исключение вставляют здесь протезы из титана, тантала, а все, которые магнитные, соответственно, они противопоказаны. Так как любой металл, который магнитится, он нагревается в томографе, и здесь есть риск внутренних ожогов. Поэтому тщательно собираем анамнез, проверяем лишний раз, чтобы не пропустить таких пациентов. Все понятно, то есть индивидуально подходите. Вот у меня здесь еще один вопрос, который, наверное, тоже с которым вы часто сталкиваетесь. Пришла к вам женщина на обследование с одним вопросом, а выявилась совершенно другая патология, либо патология та же, но выявились метастазы, какие-то уже более серьезные отклонения. И вот что делать в этом случае? Как вот вовремя-то к вам прийти, чтобы получить должное, так скажем, обследование заблаговременно, не дожидаясь уже серьезных каких-то патологий? Ну, во-первых, нужно любить себя. Если ты себя любишь, то и будешь относиться к своему здоровью также с любовью. То есть если человек относится с вниманием к своему здоровью, он обязательно придет либо на УЗИ, либо на маммографию, либо к маммологу. Потому что я знаю многих женщин, которые даже не знают, кто такой маммолог. Поэтому рекомендую настоятельно, особенно после 40-45 лет, обращаться к маммологам, проходить ультразвуковое исследование, маммографию. И если есть показания для исследования на МРТ, пожалуйста, мы вас ждем. Мне сообщают, что у нас есть звоночек в студию. Вы в прямом эфире. Добрый вечер. Слушаем вас. Алло. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотел вопрос такой задать. Давайте. Насколько вредна катушка, ну, излучения какие-то по сравнению, например, с рентгеном? Я все понял. Хороший вопрос. Спасибо вам за вопрос. Эмилия Затвич, отлично. Спасибо большое. Дело в том, что магниторезонансная томография – это метод, который не использует ионизирующие излучения. Здесь нет никакого рентгеновского излучения. Сам человек является источником слабых радиомагнитных волн, которые улавливают наши катушки на радиочастотной волне. Вот и все. То есть вреда нет. Спасибо вам за вопросы. Я напомню, телефон прямого эфира – 511-99-66. Звоните и задавайте свои вопросы нашим экспертам. Спасибо. Вот что хочу спросить. Эмилия Затвич, тоже вопрос к вам. Вы все-таки практикующий доктор, да, ежедневно очень много пациентов. И вот скажите, все-таки, как пациенту подготовиться к исследованию? Что-то нужно, я не знаю, там, ну, бывает так, говорят, не кушайте, еще там что-то, что-то нельзя кушать, что-то нельзя пить, какие-то лекарственные препараты. Здесь все можно? При исследовании молочных желез практически все можно. Принимать, есть, пить, пожалуйста, как в обычный день. То есть абсолютно… Есть определенные условия для исследований при брюшной полости, наверное, при исследовании брюшной полости малого таза. А при исследовании молочных желез, я же говорю, определенные, только вот дни цикла нужны. А так, в принципе, никаких особенностей нет. Ренат Харатыпич, теперь вопрос к вам. Более 10 лет вы проводите исследования подобного рода. И все-таки хочется спросить, вот, динамика, да, насколько сейчас люди стали уделять своему здоровью должное внимание? То есть, может быть, как-то Европа, опыт западный на нас повлиял, что мы стали больше следить за своим здоровьем? Или все-таки вот нет такой тенденции, на ваш взгляд? Как эксперта в этих вопросах? Поработав уже, конечно, немалое время, более 10 лет, именно вот этой узкой специализации в томографии, мы с коллегами обратили внимание, что пациентов стало больше, которые все-таки обращают внимание на свое здоровье. Видимо, в силу того, что все-таки население очень стало образованным, много читают. И в интернет-ресурсах очень много всякой информации, где можно почитать про любой препарат, про любую диагностику, любое лечение. И даже пройдя пациенты без направлений, без всего, они задают уже такие, ну, очень серьезные, конкретные вопросы. Достаточно серьезные вопросы, да, и это говорит о том, что... Ну, осведомленные уже, информированные. Информированные и очень хорошо подготовлены в этом вопросе. Любой пациент может нам позвонить по нашим телефонам, спросить помощь или проконсультироваться вообще, какой метод нужно пациенту провести. Мы всегда открыты для этого. Ленар Хатопович, вот Вы много обмениваетесь опытом с коллегами, как и все доктора сейчас выезжают на конференции, на коллеги обмениваются опытом, делятся своими какими-то фишками, перенимают какие-то интересные фишки у других коллег. Вот скажите, все-таки на должном уровне у нас медицинское обследование на сегодняшний день, или все-таки Европа и за границей нас опережает, вот именно что касается оборудования, да, то есть и так далее. Или все-таки за обследованием стоит ехать куда-то за рубеж? Медицина, это диагностика лечения, понятие на самом деле очень обширное, широкое, здесь однозначно не скажешь пока специализации. Здесь мы говорим о диагностике. Но в целом, если взять нашу любимую страну, Россию, конечно же, медицина на высоком уровне. И как в любой стране, в нашей, в зарубежной, конечно, есть города, где менее представлена современная диагностика, современное лечение, сложные операции не везде проводятся, но в целом на высоком уровне. Но мы здесь с большей уверенностью можем сказать, раз мы ориентированы на услугу томографии, мы занимаемся только этой услугой, поэтому занимаемся ей очень углубленно. И даже, кстати, недавно мы обновили томографы, томографы пришли с современным программным обеспечением. И с уверенностью можно сказать, что вот эти современные программы обеспечения, они с уверенностью удовлетворят любые диагностические потребности, как практической медицины, так и, конечно же, научной. Мы с удовольствием поддерживаем. Мне сообщают, что у нас есть звонок в студию. Добрый вечер, слушаем вас, вы в прямом эфире. Да, здравствуйте. Хотелось бы узнать, вот если нет никаких внешних признаков, что есть какие-то отклонения, сколько раз нужно проводить обследование? Вот, например, я, в свою очередь, делала, ну, лет пять назад. Ничего сейчас не беспокоит, нужно ли проходить? А возраст ваш укажите, пожалуйста, я так понимаю, что это имеет значение в данном случае. 30 лет. Ну, один раз УЗИ можно сделать один раз в год. Один раз в год все-таки эксперты рекомендуют делать УЗИ хотя бы. Желательно так, да, до 40-45 лет делают УЗИ, а потом уже рекомендуется делать маммографию. Эмилия Затович, все-таки хотела вас спросить вот об этой картиночке, да, что-то вы хотели нам рассказать? Я вот хотел как раз рассказать такой случай. У нас как раз был, то есть, женщина 47 лет провела маммографию, ей вот обнаружили такие единичные кальцинаты в молочной железе, и порекомендовали ей сделать повторную маммографию с осмотром маммолога через год. Так получилось, что она оказалась знакомой нашего доктора, показала нашему доктору, вот. Ну, она порекомендовала ей сделать МРТ молочных желез, хотя считается, что злокачественность, как бы по маммографии, это сгруппированные кальцинаты, вот здесь кружочками обведены участки, значит, которые называются кальцинатами, вот. И как раз-таки вот картину, которую я показывал, это как раз-таки обнаружили злокачественную опухоль, пациентку прооперировали и гистологически подтвердили злокачественность образования. Спасибо вам, уважаемые гости, за такой продуктивный диалог. Я думаю, что нашим зрителям также было любопытно, и многие для себя сделали некие выводы. Я думаю, что обследоваться нужно, стоит, и самое главное – это диагностика, которая проходит вовремя. Спасибо, что были с нами. Еще увидимся на телеканале «Татарстан-24». Это была программа «Актуальный разговор». До встречи. До встречи. Приходит время, и мы понимаем, что серьезная медицинская помощь нам просто необходима. Поверьте, даже тяжелый недуг можно победить, если вовремя обратиться к профессионалам. МИПС – это сочетание опыта специалистов из более чем 100 центров по всей стране и современных медицинских технологий. Клиника МИПС. Современная медицина профессиональна.